привет всем сегодня будем готовить свин баб нам понадобится картошка нарезана кто как любит в итоге я такой средний небольшой немаленький кубик сделал лук я в итоге полторы луковицы больших здесь порезал картошки но 4 больших потом соломкой как на плов морковка здесь полторы морковки больших помидорки черри можно принципе у меня другого выхода не было хорошо идут в это блюдо уже или в собственном соку или маринованные помидорчики дальше подсолнечное масло сама свинина уже замаринованные в соевом соусе лучше мариновать где-то заранее ну как сказать вчера поставили сегодня уже готовим сенсой я вот пользуюсь сам вместо соли добавляю вот мясо только это надо я вот так вот а для этого блюда вот своим соусом пользуюсь вода бутылированная специи нужны сушеные я добавляю чеснок лавровый лист специи для приправы в итоге для свинины и зира так казанок берем поджигаем сковородку тоже делаем большой огонь так крышку убираем пока она нам не нужна наливаем масло и сюда масло так ждем пока раскалится у нас и сковородка и казан так сковородка у нас уже подошла начинаем жарить морковку доведем до золотистого оттенка нарезал как на плов дальше ждем чтобы сильно-сильно масло раскалилась у нас в казанке так в казанке у нас уже масло раскалилась морковка у нас жарится так добавляем мы мясо смотрите как это делается надо по чуть-чуть кстати как закидываю мясо сразу надо мешать иначе она прилипнет и постепенно вводим его остальное если этого не делать и мешать она прилипнет и в итоге потом будет гореть и весь вкус испортится обязательно мешать надо почему это блюдо называется свинбаб это я сам лично его придумал в итоге слышал какое блюдо есть кебаб это из нескольких разновидностей мяса делается это блюдо ну вот а я прикинул думаю датика я сделаю свинины и получается у меня свинбаб это блюдо я уже делаю не первый раз у меня залито на некоторых разных ресурсах пользуются успехом я вот решился на youtube специально залить на сделать новое видео так но морковочка жарится у нас забываем помешивать это конечно лучше бы сделать на костре потому что газ это нет не то не та температура вот чуть побольше мяса кинул и она получается остужает и вот она уже принципе вот уже не прилипает но в принципе казан и остыл сейчас нагревается постепенно на костре это вообще это не знаю шедевр они блюда так дальше так мясо продолжает у нас шкварчать или шкварчать как удобнее не знаю кому как удобно вот процесс идет полным ходом морковка готова берем посудину и и и и убираем посудину так морковку мы уже вытащили теперь грузим сразу лук начинаем обжаривать сок дала наше мясо очень шикарный цвет уже такой приятный стал кстати вот это блюдо вы можете сами регулировать как вам лично вы любите побольше картошечки побольше мяса потом можете много картошки много мяса или же кто любит как с бульончиком это люблю по-разному принципе блюда можно комбинировать бульон шикарный получается мясо наше готово смотрите какое красивое стало обалденное в итоге вытопился жир масло здесь у нас было нам надо с вами что сделать сейчас данный момент во-первых помешать лук дальше убавляем пока огонь на минимум берем посудину паломник и нам надо от лишнего масла с жиром избавиться так все избавились дальше что делаем дальше делаем огонь опять на быстрый берем воду холодную заметьте холодную воду заливаем нам надо накрыть мясо в принципе можно добавить еще и соевого соуса вот так как соли нету там мы без соли готовим только на своем соусе только мариновалось мясо дальше закрываем мы ждем пока закипит так лук пожарился вытаскиваем его отключаем тоже сюда она принципе его можно сейчас посмотрю о все закипело у нас все прекрасно прям все как вовремя у нас получается с вами мне так даже нравится все работает все лук скидываем сюда так сковородка пустая почти на остатки эти ничего страшного размешали дальше закидываем морковку все морковку все морковка на месте помешали дальше что делаем добавляем уже специи берем мы зиру смотрите как делаем это много я чуть-чуть отсыплю даже не все зиру у меня любят но зирой очень вкусно почему-то не знаю делал без зиры тоже вкусно но зирой что-то ну муж я просто любитель или нет мы зиру должны перемолоть у такота все зиру добавили зира больше нам не нужно берем специи приправа для свинины здесь уже все есть и перцы всякие смесь кида и в итоге вводите столько сколько вы любите слишком много не надо вот из-за того то что перебор тоже он нехороший будет эти вот это блюдо свинбаб он модернизированный в итоге я собрал и восточную кухню европейскую итоге получилось везде понемножку изюминка сама в том плане то что совсем со всех всего понемножку а получилось очень шикарный очень вкусно так с этими приправами закончили убираем нам это не надо чеснок позже и лавровый лист позже так теперь мы что делаем мы загружаем картошечку картошечка вот такая вот она же показывал вот ну меленькая кому как удобно как кому нравится так все картошка на месте помидоры потом ждем закипания добавляем воды кто как любит смотрите сами то больше воды любит бульончику кто меньше побольше налью так все в принципе иначе лопнет сейчас когда закидываем почему зачем помидорчики помидорчики закидываем это как сюрпризик такой гости пришли каждому по помидорке положили в тарелку представляете какая прекрасная вещь получится сюрпризик какой приятный вот ну довольно таки вот вкуснее получится все же вот помидоры чтобы были или соленые или маринованные или собственном соку вот можно большие помидорчики вот так как у меня вот не было я взял свежие помидорчики не знаю то свежие придется как тот на любителя ловить все это дело все ждем закипания у нас закипела смотрим ох какая красотичь и здесь запах был обалденный пока мне все здесь готовилось делаем на маленький огонек пробуем на соль принципе нормально но надо побольше добавить соуса картошка так как у нас не соленая чтобы соус сыграл свою роль дальше берем с вами чесночок где-то чайную ложечку сюда его все чеснок не нужно больше пока не мешаем берем также лавровый лист по вкусу кому как удобно все дальше закрываем мы крышкой делаем огонь чтобы булькало по чуть-чуть вот на медленном огне готовим примерно где-то час час двадцать прошло около 10-15 минут теперь можно помешать аккуратненько помидорчики чтобы не повредить нам надо чтобы лавровый лист утонул и перемешался со всеми этими не как градиентами все оставляем дальше тушится так прошел час пробуем что у нас здесь получилось смотрите какая красотища так не будем пробовать сначала так так теперь какая вкуснятина обалденная ой шикарно чтобы сейчас небольшую пробу возьму картошечки бульончика и мяса ой какая вкуснятина ой я не знаю слов нету передать не могу так дальше что делаем накрываем и до еды чтобы было еще вкуснее ему надо настояться вот как борщу еще чему-то хотя бы минут 20 вот хотя бы 20 минут и потом только кушать начинаем пробовать что у нас здесь получилось сейчас покажу что у нас тарелочки вот пробная взял когда я вот пробовал с этого с общего шикарная вещь так бульончик вкус надо пробовать это не просто так это незабываемо вы раз попробуйте будете постоянно готовить это это даже можно сказать праздничное блюдо картошка то что надо кусок мяса сейчас пробуем ребят только так больше никак все ребят кому было интересно ставьте лайки кому нет дизлайки все всем пока не забываем подписываться на канал